Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю подписаться, поставить лайк, нажать на колокольчик для оповещения. А мы с вами приступаем к очередному видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И на календаре сегодня 22 октября и киевское время 18 часов. Ну что ж, начинаем мы видео опять под шум генератора. Надеюсь, он нам с вами не помешает. Электричество или свет становятся в Украине предметом роскоши. И обстановка на фронтах на сегодняшние сутки сложилась следующая. Противник пытается удержать временно захваченные территории, концентрируя усилия на сдерживании действий сил обороны на некоторых направлениях. При этом не оставляет попыток проведения наступательных действий в Бахмуте и Авдеевке. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбили атаки оккупантов в населенных пунктах Тернова, Харьковской области, Белогоровка, Золотаревка, Луганской области, Лиман, Иванград, Солидар, Одрадовка, Первомайская в Донецкой области. Так и остается Донецкое направление. Продолжают они штурмовать, ничего их не вразумляет, ни потери, ни стойкость нашей обороны. Да, они имеют частичный успех на некоторых участках Донецкого направления. Я вчера вам об этом говорил. Обстановка там очень тяжелая. Почему? Потому что есть огневое превосходство со стороны российских войск. И они пытаются, вот такой же тактикой огневого вала, пытаются выбить наши подразделения с тех позиций, которые мы обороняем. Враг обстреливает наши позиции вдоль всей линии фронта и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и домам гражданского населения. В нарушение международного права и законов и обычаев войны. Но тут надо сказать отдельно, что несмотря на то, что за сутки, это сводка на 6 часов утра генерального штаба, за сутки враг нанес 5 ракетных ударов, 19 авиационных ударов и более 94 огневых удара реактивными системами залпового огня большого калибра дальнобойными. От атак противника пострадали районы около 20 населенных пунктов. Это в частности Харьков, Купенск, Бахмут, Адрадовка, Марьенко, Зеленополье, Донецкой области, Запорожье, Нововоскресенская, Херсонская области. И сюда бы я, наверное, уже добавил сегодняшнее. Сегодня с 7 утра начался у нас очередной ракетно-дроновый кошмар. Так его можно назвать. Был довольно массированный ракетный удар. Количество ракет было выпущено по Украине 33 из 7 часов утра. И сегодня в 7 часов утра купанты осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Атакованы объекты критической инфраструктуры в разных областях. Враг атаковал не менее 10 самолетами стратегической авиации. Это были самолеты Ту-160 и Ту-95. Из Волгодонска, Ростовской области они поднимали эти самолеты и наносили ракетные удары. Этих более 10 самолетов выпустило 17 крылатых ракет типа Х-101 или Х-555. Кроме того, российские оккупанты атаковали с кораблей из акватории Черного моря крылатыми ракетами «Калибр». Всего было выпущено 16, осуществлено, точнее было 16 пусков ракет «Калибр». Общая сумма ракет, которые были выпущены, начиная с 7 утра, 33 крылатые ракеты по территории Украины. Соответственно, в зонах ответственности наших воздушных командований Юг, Центр, Запад были осуществлены меры по их перехвату и сбитию. Мы с помощью авиации, зенитными ракетами и мобильно-огневыми группами уничтожены 18 крылатых ракет, то есть больше половины. 13 крылатых ракет Х-101 или Х-555 в зависимости, какая летела и 5 крылатых ракет «Калибр». Вот такая вот получилась на данный момент арифметика. Да, к сожалению, 50%, но опять же у нас противоракетная оборона, мы только начинаем ее создавать и разворачивать. Поэтому есть. Есть очень большой ущерб, причем ущерб сегодняшнего дня сопоставляется с ущербом 10 октября. Почему я и сказал вам в самом начале, что, видимо, мы близимся к тому, что электроэнергия у нас станет предметом роскоши в этой зимой, к величайшему сожалению. Итак, Луцк. Есть прилеты в объект энергетики. Это итог сегодняшнего ракетного утреннего удара. Луцк. Есть прилеты в объект энергетики. В части города отсутствует электроэнергия. Ударной волной поврежден частный дом. Одно гражданское лицо пострадало. Хмельницкая область. Есть попадание. Город без света. Возможно отключение воды. Киевская область. Сбита 5 ракет. Пострадавших разрушений нет. Черниговская область. Сбита российская ракета. Одесская область. Истребитель сбил вражескую ракету. Также нанесены два ракетных удара по энергетическим объектам. По отключениям не сообщается. Ровенская область. Есть попадание в энергетический объект. Львовская область. Сработала система ПВО. За сегодняшний день масштаб повреждений может быть сопоставим или превышать последствия теракта 10-12 октября. То есть, довольно серьезная атака. В основном, вы видите, ракетами она произведена. И тут уже просто, ну будем так говорить, 50% для нашей системы ПВО с небольшим вкраплением противоракетных систем, тех, которые нам передали только ИРИСТЭ, одну систему, то я скажу, что для воздушных сил это успех более 50% ракет сбить. Но как эффект от ракетного удара, это, конечно, для нас огромная трагедия и довольно большие потери в энергетической сфере. Для своих преступлений противник использовал авиацию и зенитные управляемые ракеты, а также ударные беспилотники типа «Шахет-136». Это если брать кроме сегодняшнего утреннего удара и удары, которые произошли за прошедшие сутки. Далее по оперативным направлениям. Ситуация на Волынском и Полесском направлениях существенно не изменилась. В Беларуси и продолжается развертывание совместной региональной группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь. В течение... Ну, скажу так, что, наверное, уже судя по тому, что они везде применяют эту фразу, надо говорить, что не группировки войск Российской Федерации и Республики Беларусь, а группировки войск союзного государства, как они ее называют по документам. В течение суток вражеская авиация совершала учебные полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь. Так, действительно, это были самолеты, включая МиГ-31, это, мы с вами говорили, кинжал, носители ракетного комплекса «Кинжал». По имеющейся информации, нередки случаи конфликтов российских и белорусских военных на фоне национальности и пренебрежительного отношения русских к белорусам. То есть, даже здесь, ну, казалось бы, они говорят, мы же три народа, три брата, а при этом, видите, что они творят с белорусами. Там, оказывается, возникают постоянные конфликты из-за того, что русские ставят себя выше всех. И опять они главные. Так что хорошо, что мы не братья. Как писал Иван Васильевич Гоголин, черт-то бил, брат, а не я. По имеющейся информации, противник обстреливал позиции наших войск и прилегающие территории и на других направлениях. На северском направлении из миновета воствольной артиллерии были обстреляны территориальные громады Черниговской и Сумской области. На Слобожанском, Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском направлениях были обстрелы, артиллерийские дуэли, позиционные бои на Купянском, Лиманском, Бахмутском и Авдеевском шли. Противник предпринимал наступательные действия. Были попытки штурма наших позиций. За прошедшие сутки противник успеха не имел. Линия фронта осталась без изменений. То есть, то, что мы вчера, прошедшие сутки, точнее предыдущие сутки отошли, так линия фронта в эти сутки была стабильной. Активных наступательных действий на Новопавловском и Запорожском направлениях противник не проводил. Вел обстрелы наших позиций и населенных пунктов на всю глубину досягаемости его артиллерии. Плюс, город Запорожье тоже подвергался обстрелу, в том числе и зенитными ракетами, переделанными в класс «Земля-Земля». На Южнобухском направлении от огня противника пострадали более 20 населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. По имеющейся информации, значительная часть населения покинула город Херсон. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в заброшенные квартиры. Враг готовит Херсон к уличным боям. Также, вот сейчас вам зачитаю информацию о том, что, ну, чуть-чуть позже, по как они готовят город Херсон, от местных жителей пришла информация, я вас с ней тоже ознакомлю. С 21 октября российские оккупанты, то есть со вчерашнего дня, российские оккупанты проводят мероприятие по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медперсонала. Непонятно, что они там собираются делать, но именно выгоняют оттуда всех. В городе Энергодаре российские солдаты грабят заброшенные квартиры и гостиницы, где они жили. То есть выгружается имущество, все грузится в машины и вывозится в направлении Крыма. Не знаю, с чем это связано. Думаю, что они просто понимают, что может быть наступление вооруженных сил Украины. Понимают, что если начнутся активные боевые действия, то они просто не успеют вывести награбленное. Поэтому, скорее всего, зашевелились, для того, чтобы то, что наметили, вывести. Наряду с поиском оружия российское военное руководство не прекращает попытки привлечь иностранных наемников к войне в Украине. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается набор боевиков. Ну, там проблема. Странам Ближнего Востока, я так понимаю, это имеется в виду Сирия. Почему? Потому что там у России более-менее такая позиция. Есть позиции, есть на что опереться. И Башар Асад, диктатор сирийский, вместе со своим окружением, со своей армией, да, может предоставить возможность вербовать местное население. Ну, первая попытка весной закончилась неудачей. Не сошлись в цене и в валюте. Какой платить? Они требовали, ну, я вам рассказывал, они требовали деньги вперед и они требовали оплату в твердой валюте. Вот. Российские власти к этому были не готовы. Смогут ли сейчас? Нанять. Посмотрим. Но, но пока ситуация под вопросом. Ждем, кого они смогут там завербовать. Уровень недовольства действиями военного руководства со стороны гражданского населения Российской Федерации продолжает возрастать. То есть, они подняли вот эту волну непопулярность, в частности, из-за мобилизации, которая все еще продолжается в отдельных, в отдаленных регионах, несмотря на официальное объявление об ее окончании. Кстати, неправильная формулировка, что официальное объявление о ее окончании. Официально было заявлено, официально не было заявлено ничего. Было заявление Путина средством массовой информации, он сказал, что мы в ближайшие две недели закончим мобилизацию и все дальше будет хорошо, дальше все по плану. Но, как я вам уже говорил вчера, Песков тут же добавил, что никакого указа об остановке мобилизации не было. Поэтому, раз указ не отменен, значит мобилизация продолжается. То, что они приостановили волну мобилизации на европейской части и в крупных городах, ввиду того, что система переполнена и не справляется с тем потоком мобилизованных, который они набирают, это тоже да. Что с 1 ноября они через 10 дней должны начать, уже через 9 дней они должны начать призыв на действительную военную службу, тоже в объеме 120 тысяч. Это да. Так что, говорить о том, что несмотря на официальное объявление о ее окончании, не было официального объявления об окончании. Документа нет. 20 октября, ну а мы идем с вами далее. 20 октября текущего года силы обороны обстреляли базу ремонта оккупантов и вражескую технику в районе Новой Каховки Херсонской области. Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 авиационных ударов. Подтверждено поражение трех опорников и десяти районов сосредоточения оружия и военной техники, а также трех позиций зенитно-ракетных систем противника. Кроме того, наши подразделения воздушных сил сбили вражеский самолет Су-25 и один беспилотник Орлан-10 на разных направлениях. За прошедшие сутки бойцы ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы и техники противника, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс С-300 и артиллерию противника на огневых позициях. А также еще пять важных целей. Вот такая обстановка на сегодняшний день складывается на всех оперативных направлениях, на всех фронтах и в самой Украине. Что касается внешней обстановки, а именно военно-политической, из сегодняшних событий можно отметить следующее. Сегодня заканчивается съезд Коммунистической партии Китая. То, что я вам говорил, это судьбоносное решение. Ну, в принципе, ничего неожиданного там не случилось. Был небольшой инцидент в ходе съезда, сейчас расскажу. Но съезд Компартии Китая утвердил единоличное верховное лидерство Си Цзепиню. Си Цзепинь избран главой Компартии Китая на третий пятилетний срок. То есть, добро пожаловать в тоталитарный или в диктаторский режим Китая. Или в империю, теперь уже в Китайскую империю. Трудно сказать, как они будут это все преобразовать. В любом случае, Си Цзепинь за эти пять лет, я думаю, что он теперь останется до конца своей жизни на этом посту. Что показательно, сегодня была его заключительная речь на съезде. Он закрывал съезд своей речью. И перед тем, как он начал свою заключительную речь, охрана под камерой, то есть, не прерывалась трансляция, вывела из зала бывшего генерального секретаря ЦК КПК Ху Цинь Тао. Его насильно вывели из зала перед началом заключительной речи Си Цзепиня. Он является лидером неформальной оппозиции в ЦК партии, то есть в Центральном комитете. Он выступал за хорошее отношение с Соединенными Штатами и против силового решения вопроса Тайваня. Кстати, поговаривают в Китае, точнее, да, в Китае пошли разговоры, что в течение нескольких месяцев, и американские некоторые издания это публикуют, что в течение нескольких месяцев Китай может предпринять силовой вариант захвата Тайваня. Ну, новому императору, как всегда, надо, что теперь, он теперь должен стать собирателем земель китайских. Иначе он же не император. Империя не может существовать без прироста территории или без захвата каких-то, точнее, подавления чьих-то других интересов. Это что касается ситуации в Китае. Как будут развиваться события дальше, будем наблюдать, в какую сторону теперь повернет Китай. Из еще международных новостей хочу отметить, что Украина призвала направить международную миссию на Каховскую ГЭС. То есть, мы обратились к ООН для того, чтобы они выделили комиссаров или эмиссаров, и они проконтролировали или проинспектировали Каховскую ГЭС. На предмет, заминирована она или нет, и что вообще там происходит, в каком она состоянии. На сегодняшний день стало известно, с утра российские власти начали водосброс. Но это не подрыв. Я думаю, что это продолжение шантажа, в том плане, что они открыли шлюзы для того, чтобы начать водосброс воды и попугать, показать, что вот уровень воды может повышаться, а водохранилище может понижаться. Вот, кстати, это очень показательно. Надо наблюдать, особенно из числа местных жителей, можете понаблюдать, до какого уровня они начнут сбрасывать воду. Будут ли они ее сбрасывать ниже уровня Северокрымского канала? Это будет очень показательно. Потому что потом набирать эту воду очень тяжело. Она же набирается не просто перекрыли шлюз и все, и ниже по течению днепр высох, а водохранилище набирается. Нет. Там идет постепенное закрытие задвижки с незначительным уменьшением проточности воды. Там очень сложная процедура, которая длится ни один час, ни один день. Даже так бы сказал. Теперь еще хотелось бы пару новостей сказать касательно Севера Украины, которые мы знаем, что по Белоруссии. На сегодняшний день всех волнует вопрос наступления. Мы отслеживаем формирование этой группировки на территории Белоруссии. Она пока только в самом начале, в самом начальной стадии. По нашим прогнозам, группировка будет формироваться где-то уже ближе к декабрю месяцу. То есть к концу ноября, начало декабря мы можем говорить о каком-то более-менее формировании группировки. Но вчера, вот я сказал, кстати, оговорился по поводу названия болот. Перятинские, не Перятинские болота, а Припятские болота или Пинские болота. Это Волынское полесье и на территории Волыни, на границе Белоруссии и Украины находятся эти болота. И вот спасибо местным жителям. Они подсказали ситуацию, какая там происходит. Чтобы понимать, как выглядит Волынь, это тысячи озер, десятки тысяч рек и речушек, миллионы мелиоративных каналов. Ездил как-то на озеро Белое, половина которого белорусская, половина украинская. Так вот, от конца асфальта до озера 150 километров грунтовой дороги. И никуда ты с нее не свернешь, просто утонешь. Особенно весь север области, граничащий с Белоруссией. Это не просто непроходимая местность, а супер-мега-непроходимая. Вся область это сплошная ловушка. Да, у местного населения свежи в памяти партизанские навыки. Вплоть до 1953 года советская власть не контролировала эти районы. Да и немцы три года стояли только в районных центрах и боялись соваться по селам. А вишенка на Торке, после Чернобыльской аварии по зоне отчуждения расплодились бобры. Вот они и разошлись по всей территории, заготили все. Мало того, и так водоемов хватает, так еще мистер Бобер поподнимал везде уровень воды. Там это напоминает стихийное бедствие. То есть, видите, еще надо будет, оказывается, Волынянам надо будет еще сказать спасибо Бобрам за то, что подняли уровень воды. И сейчас действительно, кроме вот этих просек или грунтовых дорог, по которым можно еще проехать, нет. Ну, я вам вчера говорил, что я видел, что такое вот эти болота, торфяники, которые не имеют дна. И там, если туда нырнуть, вот написал кто-то в комментариях, что Гитлер обходил линию Можино и по болотам прошел, по французским болотам. И ложили бревна для того, чтобы проехали танки. Так вот, на тот момент, когда Гитлер захватывал Францию, это, по-моему, 40-й год был, у него были танки легкие, которые весили там, ну, буквально пару десятков тонн. Сегодняшний танк Т-90, он весит 48 тонн. Поэтому никакие бревна в болоте его не спасут. Если он нырнет в это болото, там и его, там и в этом болоте он там и останется навсегда, вместе с экипажем. Вот, так что это вот, что касается, такая небольшая справочка по поводу состояния на Волыне. Я так понимаю, что в Ровенщине там чуть получше и посуше, наверное, но тоже местность тяжело проходим. Но Припять, понятно, Припятские болота, это тоже самое непроходимые места для противников. Ну, а остальное, я уже вам говорил, заминировано, подготовлены мосты к взрывам. Ну, я думаю, что подготовлены, потому как не было информации, что мы что-то взрывали. Но все заминировано, все подготовлено, и мы готовы встречать хоть совместную группировку, хоть белорусские войска, хоть российские. Кто из них решится, тот того и будем встречать на границе нашей страны, между Украиной и Белоруссией. Вот такая вот военно-политическая обстановка на сегодняшний день. И я по традиции сделаю небольшую паузу, а вы можете за это время подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам нравится, и после этого мы с вами продолжим. Итак, начать сегодняшний раздел «Ответы на вопросы». На вопросы хочу еще одну ремарку вам прочитать. Вот только что рассказал про болота, Припятские. Вот. И то же самое хочу сделать про Антоновский мост. По Антоновскому мосту был опять вчера нанесен удар, и очень успешный удар. Кстати, это ответ на вопрос «Баржевый мост». Он уже больше не работает, его надо восстанавливать. И переправа на сегодняшний день невозможна по этому мосту. Так вот. Местные жители написали, огромное вам спасибо. Что касается Херсона и моста. Здесь происходит эвакуация и грабеж. Грабят отделение банков, кукольный театр. Вчера с рынка вывозили картофель и капусту. Вчера около 18 часов перед мостом стояла очередь на выезд из награбленного. Много машин АТБ. Имеется ввиду, угнали российские оккупанты. И коллаборантов. Здесь нужно сказать, что очередь стоит не рядом с мостом, а начиная от пляжа, приблизительно 500 метров. То есть длина, хвост очереди на выезд был вчера около 500 метров. В 22.50 приблизительно был удар по мосту. Затем взрывы и пожар. Похожи на детонации БК. Если кто-то там говорит, что погибли мирные, это ерунда, не верьте. Комендантский час начался с 20 часов. То есть после 20 часов, те, кто мог находиться на этом мосту, это были либо коллаборанты, либо российские военные. Утром на мосту стояли два сгоревших танка. Часть барж повреждены. Одна утонула. А также несколько грузовиков. Вероятно с боекомплектом. Это то, что видно было утром. А что на дне? Ну, трудно сказать. Вот такая вот ремарка по Антоновскому мосту. И ответ на вопрос, что же мы не гробим баржевый мост. Мы дождались, как они его закончат строить. И на третий день его существования, после перерезания ленточки, мы его утопили. И посмотрим, что будет дальше. Соберут, опять утопим. И вот такой вопрос, очень интересный, задали. Пытание, может, не актуально, и не на часе, але скажите, будь ласка, чему не вдалося врятувати Мрию? Чему ее не підняли в небо, або сховали десь за кордоном? По поводу того, что Мрия осталась в Гастомеле, на базовом аэродроме, и была уничтожена российскими десантниками во время попыток захвата аэродрома в Гастомеле. Так вот, опять же, государственный монстр, понимаете? Вот эта вот коллективная круговая порука мажет, как копоть. Ты берешь чью-то руку, а чувствуешь локоть. Так, когда-то пелось в одной из песен. Так вот, здесь то же самое. Они думали, что они разложат ответственность между собой. И вот эта бюрократическая машина не смогла организовать перегонку Мрии за пределы Украины. Хотя такое распоряжение было. Это вот мне задают вопрос, как ускорить Укроборонпром. Его надо просто расформировать. И вот этим мы ускорим создание вооружений в Украине. То же самое здесь. Государственный монстр, который не смог организовать перегонку самолета. Мало того, кстати, сейчас служба безопасности Украины закончила расследование по этому факту. А еще и выявилась коррупционная составляющая руководства и руководству госпредприятия Антонов, насколько я понимаю, предъявленное обвинение в порче государственного имущества. А еще и в коррупционной составляющей что они делали? Они составляли списки технического персонала, который получил разрешение на выезд из Украины для организации обслуживания тех самолетов, которые они отогнали часть машин. Русланы все же целые. Они все были перегнаны. Одну Мрию здесь бросили. Так вот, они в списке персонала включили еще своих родственников. Эти родственники уклонились от мобилизации и находятся сейчас за границей. Я надеюсь, служба безопасности в конечном итоге арестует те, кому предъявлены обвинения и хотя бы доведет это дело до суда. Ну, война же, в конце концов. Самый большой в мире самолет и тот прощелкали. Неужели никто не ответит за это? Неужели никто не понесет наказание в уголовном порядке за вот этот беспредел и за коррупцию, за тех, за тех, кого они отмазали от мобилизации, кто сейчас отсиживается по спискам завода Антонова, отсиживается сейчас за границей, уклоняясь от мобилизации? Ну, будем надеяться. Посмотрим, как пойдет процесс. Насколько я понимаю, следственная часть закончена, значит, сейчас должны, после предъявления обвинений, должны этих людей задержать и представить в суд для избрания меры пресечения. Вот такой еще вопрос из Херсона. Олег Владимирович, в Херсоне войска Российской Федерации что-то кидает в дорожные люки и сразу их заваривают. Для чего они это делают? Они могут туда, ну, не кидают, наверное, а все-таки опускают, скорее всего, они могут туда бросать взрывчатку, минировать. Люки почему? А заваривают их для того, чтобы нельзя было воспользоваться этим люком, особенно изнутри. Смысл в том, что, судя по обстановке, которую там вы же и сообщаете, оттуда Российская Федерация готовит Херсон к уличным боям. И они переодеваются в гражданку, они расселяются в квартирах, делают огневые точки. Так вот, для того, чтобы спецназ не пробирался по коллекторам, тепловым или канализационным, потому что, если воду выключить, они, вы же понимаете, канализационный коллектор стекает и остается пустой. Так вот, для того, чтобы нельзя было воспользоваться вот этими ходами сообщений, соответственно, люки завариваются. И, скорее всего, в колодцы опускаются минно-взрывные устройства, которые будут обеспечивать минирование этих колодцев. Вот для чего они это делают. Я говорил, что просто так русские не уйдут из Херсона. Это будет битва за Херсон. Добрый день. Что будет, если мы вытратимы все противоповетренные ракеты на дешевые дроны, не залишивши ничего для противодействия разным видам ракет? Чи может это быть планом россиян? Возможно, это и было планом россиян, но на сегодняшний день мы против дронов разворачиваем зенитную артиллерию. Зенитные пулеметы, зенитные пушки. Так что, нет, ракеты больше на дроны не тратятся. Это первое. Второе. Мы ведем переговоры с нашими партнерами о том, чтобы нам предоставили еще эти ракеты. Эти ракеты выпускаются. Выпускаются некоторыми странами, которые были ранее вооружены советскими видами вооружений. И у них есть еще определенный запас. Так что, я думаю, что дефицита ракет к нашим системам ПВО не будет. К тем системам ПВО, которые нам передают на сегодняшний день западного образца, естественно, ракеты к ним есть. Кстати, Великобритания именно об этом заявила буквально вчера, что они дадут нам еще дополнительные ракеты к тем системам ПВО и ПРО, которые находятся в Украине. Так что, не переживайте, запас ракет будет. Будет чем сбивать крылатые ракеты и баллистические ракеты. Вопрос в том, чтобы нам нужны количество средств ПРО, для того, чтобы мы могли их успешно сбивать. Доброго дня, таке запитание. Если Иран поставит мопеды и баллистические ракеты России, так что нам, того самого Ирана, або, например, Пакистана, закупить баллистические ракеты, если союзники не поставят нам атаку, то, возможно, нужно самим купить хотя бы 10 штук. Смотрите, Иран вряд ли нам продаст, Иран же работает с Российской Федерацией. Тут же, я же объяснял, тут уже каждый определил, с какой он стороны баррикады, кто за кого. Поэтому говорить о том, что Иран нам продаст эти дроны шахиды или свои оперативно-тактические ракеты, я бы не стал, потому как Иран четко определился со своей позиции. Где он, на какой стороне баррикады и с кем он. Что касается Пакистана, да, у них есть оперативно-тактические ракеты, но я сомневаюсь, что у них есть дроны. Но, в общем, мысль хорошая в том плане, что мы можем действительно, если наши западные партнеры не могут нам поставить их бюрократия или там любая какая причина, или они еще не решили поставлять нам и давать нам или не давать такие виды вооружений, то да, действительно, мы можем выйти на рынок вооружений и купить это вооружение. не сбрасывать валюту, как это делает сегодня наш национальный банк, продает золотовалютные резервы налево и направо, финансируя банки, а за эту валюту могли бы купить вооружение на международном рынке и поставить его для нашей армии. Вот такая вот ситуация. Следующий вопрос. Вы меня заспокоили еще до Джонсона. По опубликованным графикам Сунак, это вот второй кандидат, который был конкурентом у Ли Страс, вот он сейчас конкурент у Бориса Джонсона. По переду 46% в голосе за Сунак, а против 22% за Джонсона. Смотрите, дело в том, что очень интересно было бы, очень жаль, что вы не указали источник. Я говорил источник, это консервативная партия Великобритании. И, кстати, этот график, на который я опирался, он был опубликован во многих телеграм-каналах наших, где за Бориса Джонсона 32% голосов, а за Сунак всего лишь 22% голосов. Почему и распространилась мысль о том, что Борис Джонсон лидирует. Теперь вы даете абсолютно обратную картину и вроде как Сунак в два раза опережает Бориса Джонсона. Очень интересный источник, который опубликовал такие, если можно, напишите, я его оглашу. И мы заодно посмотрим, действительно Сунак опережает Бориса Джонсона или нет. Скажите, пожалуйста, пан Буданов сказал, а ему верю я как никому больше, что в РФ осталось 35% от загального запаса ракет великой дальности. Цикаво, сколько это в штуках, потому что маленький процент, что минует наше ППО, задает серьезных руйнований энергетической инфраструктуре. Да, ну, просили переводить, да, извините, я два предыдущих вопроса забыл перевести. Здесь генерал Буданов это начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он, да, действительно, он делал заявление, что якобы в Российской Федерации осталось не более 35% от общего количества ракет. Дело в том, что мы не знаем точное количество этих ракет. Я не знаю откуда, думаю, разведка на что-то опирается, на какие-то сведения, поэтому дает такую оценку, что 35% уже израсходовано. Но, смотрите, если вот летом, допустим, фигурировала цифра, что у Российской Федерации в боевом составе где-то порядка 3,5 тысяч ракет, так, извините, 35% это больше тысячи ракет. И мы, что будем ждать, не ориентируйте, не считайте, я постоянно говорю, не считайте российские ракеты. Надо искать способы борьбы с ними и защиты от них, а не ждать, когда ракеты кончатся. Пока ракеты кончатся, они разнесут всю нашу энергосистему. Будем сидеть со свечками и лучинами и ставить буржуйки в многоэтажных домах. Так что я бы не привязывался. 35% осталось, 25% осталось. Одна ракета останется и то надо от нее защищаться. Иначе она прилетит и может грохнуть главный энергетический узел, из-за которого погаснет свет на всей территории Украины. Вот о чем надо думать. О, вот теперь пошла развединформация. Я имею информацию о том, что в Донецке в институте ГАИ находится база русских. Очень много живой силы находится рядом с больницей онкологии. Если можете, сообщите куда надо. Ну, надеюсь, нас слушают в том числе и в разведке и примут сведения вашу информацию. Огромное вам спасибо за эту информацию. И если разведка подтвердит, то вполне возможно, что там можно ожидать какие-то курения в неположенных местах, как русские любят говорить. Или эффект линзы, еще они называют эти взрывы, которые происходят на их территории, но они боятся их объяснить населению. Вопрос тут в основном не вопрос, наверное, ремарка. По поводу того, что я вчера сказал, что нелогично поступает Российская Федерация из Белоруссии технику вывозит и в Белоруссию технику везет. Так вот, один из зрителей написал, да все просто, в Белоруссии сохранились заводы, поэтому товарищ Пу везет Сашке технику. Сашка ее ремонтирует, снимает с хранения на запчасти, модернизирует и везет товарищу Пу. Кстати, Пу и Сашка мне напоминают Тарапуньку и Штепселя. Ну, где-то примерно так. По габаритам этот дуэт наверное так тянет, ну, может даже действительно на Тарапуньку и Штепселя. Отдаленно да. Действительно в Белоруссии да, Лукашенко сохранил производственную базу Советского Союза и действительно у него есть возможность загружать кстати я говорил что скорее всего они загружают предприятия плюс платят рабочие места платят зарплату Россия все это оплачивает поэтому ну да может быть может быть они и сегодня способны в России денег навалом они могут гонять эшелоны туда-сюда с Дальнего Востока в Беларусь с Беларусь в Краснодарский край или в Ростовскую область какие проблемы надо и начать поехали сели и поехали заправились и поехали или на электротяге вполне так что вполне возможно что да тем более что я так смотрю что в Беларуси более новая техника они снимают там Т-72А они снимают там Т-80 советские танки а в Российской Федерации снимают Т-62 так что тут почему-то Т-72 там уже видимо не осталось значит и здесь уже видите надо уже цифры того что находится на хранении в России надо уже уточнять вопрос вы сказали про учения НАТО и присутствие Ф-35 расскажите пожалуйста об их тактико-технических характеристиках насколько они превосходят российские самолеты мой хороший друг из ВВС Украины говорил что они просто разрушают законы физики в воздухе большое спасибо за вашу работу да это особенно относится к вариантам Ф-35 Б который имеет возможность вертикального взлета и третий вариант это облегченная версия палубного самолета который имеет вот эти два варианта имеют возможность вертикального взлета и посадки и да действительно система сделана таким образом что самолет может в воздухе вплоть до того что зависать зависать на месте практически это на уровне фантастики знаете когда-то был фильм черного юмора американская комедия по-моему называлась Горячие головы где там пилоты во время боя нажимали на тормоз но это комедия и самолет останавливался в воздухе так вот сегодня это реалии тогда это была кинокомедия с элементами фантастики а сегодня это реалии самолет Ф-35 может зависнуть в воздухе может двигаться задом может двигаться в других направлениях то есть это машина которая по своим характеристикам ну ей практически на сегодняшний день равных нету и там сравнивать с чем-то я бы даже наверное не стал ни Су-35 ну вряд ли они могут сравняться с Ф-35 это наверное разница в два поколения самый новый российский самолет это глубокая модернизация того что было в Советском Союзе они ничего концептуально нового не изобрели да есть у них машины с изменяемым вектором тяги но извините изменяемый вектор тяги не до такой степени как у Ф-35 они даже я бы даже не сравнивал российские самолеты с Ф-22 Раптор вот это машина четвертого поколения Россия там говорит тоже что у них Су-57 пятого поколения ну извините Су-57 это советский самолет Т-50 в который в новый фюзеляж который был разработан в Советском Союзе они засунули Су-35 двигатель от Су-35 авионику систему управления огнем и все остальное сказали что это новый Су-57 пятого поколения аналога в мире нет ну так считает значит считает я бы не сравнил я считаю что на минимум на два поколения российская авиация отстает от американской а еще если взять вариации с израильской авионикой то там наверное вообще пропасть между этими машинами добрый вечер вопрос есть ли способ дать связь Украины на оккупируемые территории для возможности для возможности местных жителей оповещать ВСУ о месте нахождения врагов так она есть она есть даже через российских операторов тоже можно можно достучаться через мессенджеры через там различные способы связаться и мы пытаемся на даже на оккупированных территориях мы пытаемся восстанавливать нашу связь и наши жители могут оповещать есть у кого есть додаток ДИЯ может пользоваться там есть приложение Еворог открываешь ДИЯ там первый первый раздел это Еворог и вы есть враг если так дословно там смысловой перевод делать так что сообщайте есть чат-бот в Телеграме Телеграм можно зайти с любого оператора с любой точки оккупированных территорий заходите в Телеграм ищите чат-бот Министерства обороны Украины и сообщайте о врагах и все доходит все рассматривается без каких-либо проблем Здравствуйте у меня такой вопрос насколько маневренным может быть дрон типа Акинчи и если да то могут ли в него прописываться программы по уклонению от ПВО нет дроны эти маломаневренные они могут совершать небольшие небольшие ну пилотаж у них ограниченный так скажу петлю мертвую петлю или петлю Нестерова дроны делать не могут уклонение от ПВО нельзя прописать в программу дрона почему потому что для этого надо на дрон ставить средства обнаружения ПВО то есть надо ставить фазированную решетку надо ставить бортовой радар чтобы дрон определял работает по нему ПВО или нет чтобы он засекал радиолокационные станции и во-первых они все дозвуковые то есть маневр уклонения дрона от ракеты ПВО он практически невозможен так что на сегодняшний день единственное преимущество дрона это их малозаметность и малошумность во время эксплуатации все остальное к сожалению дрон не может преодолевать систему если его обнаружили то его конечно же сбивают или пытаются сбить вот как мы это делаем с теми с теми же самыми шахедами это все зеркально аналогично добрый вечер по слухам в Москве проводят учения на заводах эвакуация при ядерном взрыве и проводят инспекцию этих бункеров что бы это значило это нагнетание обстановки это информационно-психологическая операция которую проводят кремлевские власти с населением Российской Федерации это для того чтобы москвичи не ходили и не возмущались что это такое воздушные тревоги мобилизация им дают четко и ясно понять что завтра может быть ядерный удар и таким образом запугивают население чем больше они запугают население тем легче этим населением управлять сидите в бункере и не высовывайтесь вот и все и все сидят и не высовываются и ждут ядерного удара а он не придет вот и все они просидели в бункере а кремлевские ребята под этот шумок могут сделать все что им нравится принимать любые решения гнать на убой говорить нужна мобилизация надо идти воевать проклятая НАТО сейчас вместе с Украиной завтра захватит Москву или завтра нанесет ядерный удар по Москве поэтому вот бегайте в убежище слушайте сигналы воздушной тревоги и так далее так что это большее нагнетание обстановки с целью оболванивания населения добрый день в сети появилось видео что в Луганской области спецтехника роет рвы устраивает противотанковые заграждения окопы в три ряда и это на километры это свидетельство начала заморозки и построения новой границы или способ и способны ли ВСУ с такой обороной бороться но я уже рассказывал это линия обороны Луганская область это Сватова Кременная там они строят 250 где-то примерно 250 километров они пытаются построить линию обороны для того чтобы попытаться остановить попытаться остановить наступление вооруженных сил Украины но я думаю что это не сыграет критической роли в продвижении наших войск в глубину в глубину Луганской области освобождая наши территории вопрос в другом вопрос я так понимаю это накопление наших резервов для того чтобы мы могли осуществить это наступление как только мы соберем необходимое количество резерва тогда наше командование примет решение и будет принято и тогда начнется контрнаступление вооруженных сил Украины где и когда это будет сделано на сегодняшний день сказать просто невозможно вот почему потому что мы с вами не владеем всей обстановкой всей ситуации на линии фронта ну следующий вопрос вот такая даже может быть какая-то небольшая ремарка по сути война идет не столько за земли сколько за полезные ископаемые в 2013 году в ютюбе был доклад ученого фамилию не помню он рассказал что только в Одесской области кроме газа чего только нет включая золото думский депутат Морозов проговорился это российский что нынешняя война это инвестиция в будущие разработки ну то что Украина богатая страна в этом же никто никогда не сомневался то что у нас там черноморские шельфы посмотрите вышки бойка пока мы их не грохнули качали газ есть разведанная нефть на черноморском шельфе Украины ну и мы с вами знаем действительно у нас запасов природных ископаемых очень много и мы с вами знаем что Донецкая Луганская область представляет собой огромные запасы сланцевого газа и лития ну вот на сегодняшний день уже говорят о том что там очень большие запасы лития и да действительно как бы новый миропорядок в том числе предусматривает и передел сфер влияния но в любом случае я бы понимаете надо разделять две войны два в одном это война два в одном с одной стороны идет геополитическая война нашими руками с Российской Федерацией за новый миропорядок за передел мира и вторая война это наша с вами война она я ее называю национально освободительная война за нашу независимость и территориальную целостность вот нам надо сосредоточиться на нашей войне и чем быстрее мы достигнем наших границ и встанем в жесткую оборону тем быстрее мы приступим к мирному строительству и восстановлению страны и ее развитию в поствоенный период поэтому давайте думать о нашей войне а уже потом по поводу полезных ископаемых будем разговаривать с нашими партнерами об возможных инвестициях потому что у нас мы инвестиции туда вложить не сможем вот а думаю наши партнеры вполне на это рассчитывают и да нам придется этот вопрос рано или поздно этот вопрос придется решать кто будет инвестировать на каких условиях и что мы с этого будем иметь скажите пожалуйста как обстоят дела с протезированием наших ребят в Европе очень важный момент смотрите насколько я понимаю этим занимаются волонтеры и наша военно-медицинская служба на сегодняшний день практически во все страны партнеры которые нам помогают они все берут наших раненых на лечение и реабилитацию вот буквально даже вчера была я вам зачитываю информацию что наши наши ребята проходят тяжело раненые проходят лечение даже в Финляндии то есть там есть больницы или госпиталя которые берут на лечение наших тяжело раненых в том числе и протезированные знаю что в Германии очень большой реабилитационный центр довольно большое количество кстати немцы даже присылали борт целый самолет для того чтобы забрать наших раненых на лечение в том числе и тех кто с ампутацией конечностей для того чтобы их протезировать так что в этом плане работа ведется мы отправляем на лечение в том числе на протезирование и наши 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 люди я даже в Фейсбуке встречал несколько раз объявления по поводу того что кому надо протезирование кому нужна реабилитация обращайтесь там телефоны ссылки и все остальное вот насколько это насколько это в полном объеме охватывает всех раненых ну тут очень трудно сказать потому что нет статистики мы не знаем с вами полностью открытой не знаю с вами полностью информацию по самим раненым нуждающимся именно в протезировании вот и о том какой процент их охвачен и какой процент из них попал на лечение в европейские страны но тем не менее такая работа ведется и она есть вот вопрос очень такой животрепещущий скажите может ли киевское водохранилище быть целью России в связи с происходящим на Каховской ГЭС событиями думаю что нет объясню почему потому что плотина всегда строится с большим запасом прочности вы представьте какое давление на плотину сколько там сотен тысяч а может быть миллионов кубометров воды которые которые давят на эту плотину поэтому запас прочности у плотины просто гигантский и просто так там ударить несколькими ракетами в нее ну это вспомните Кривой Рог Кривой Рог была разбита шлюзная шлюзовая часть да прошел водосброс был подъем реки был подъем воды в реке Ингулец и через несколько дней вода спала сейчас там пытаются восстанавливать эти шлюзы для того чтобы опять начать набор воды в водохранилище то же самое здесь то есть плотину разрушить там ну я не знаю наверное ракетами практически нереально бомбардировкой они сюда не долетят вы понимаете что ПВО с самолетами борется очень хорошо вот а вот Каховская ГЭС там ситуация совсем другая там они имеют полный доступ полный контроль над этой электростанцией они могут в любой момент зайти в любое помещение этой Каховской ГЭС вот именно поэтому российские войска и шантажируют тем что они ее заминировали кстати никаких доказательств того что плотина действительно заминирована на сегодняшний день нету то что они начали там водосброс через обводной канал или через шлюз ну это еще не говорит о том что они завтра собираются подорвать эту плотину вряд ли они ее подорвут ну опять вот вопрос по говорят 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 что вы смягчаете ситуацию может так так и надо немного успокоить людей но хоть скажите правду этот урод Путин может ударить тактическим ядерным оружием будем очень благодарны слава богу что у нас есть залужный дай бог выстоять нашей Украине и нашим я имею наверное вооруженным силам было дописано смотрите теоретически да теоретически он может ударить в России есть тактическое ядерное вооружение но на сегодняшний день условия поставлены настолько жестко для Российской Федерации что даже западные разведки оценивают вероятность применения ядерного оружия как очень низкую Путин может быть и хочет но он очень боится и плюс вы же не забывайте Путин же хочет тоже поучаствовать в строительстве нового мирового порядка он не собирается ни в рай ни в ад как он говорил все сдохнут и в рай нет это угроза человек который планирует свое будущее даже ближайшее будущее вот ему сейчас нужны переговоры и он делает все возможное и невозможное для того чтобы заставить Украину нас с вами сесть за стол переговоров для того что ему надо прекращение огня его армия проигрывает она сегодня уже не может наступать ну там отдельные участки я не беру и то это же наступает не вооруженные силы России это же наступает частные военные компании сколько их будет кстати сегодня помните я анонсировал что сегодня должно было якобы быть по словам некоторых блогеров должно было быть там массированное наступление ЧВКшников и которые там зэков что их там навербовали несколько десятков больше десяти тысяч их якобы навербовали и вот их сейчас погонят на убой для того чтобы они прорвали нашу оборону ну сталося не так как гадалось то есть никакого прорыва обороны дивизии зэков десять тысяч это стрелковая дивизия вот никакой прорыва дивизии зэков не состоялось так же с ядерным оружием может быть и хочет но он не может его применить так что не переживайте поверьте запад больше точно так же как мы следит им не нужен здесь второй чернобыль им не нужен тот источник радиоактивного заражения они вот сидят план маршала строчат и хотят хотят его уже утвердить кто что будет инвестировать чтобы восстанавливать Украину потому что кто где будет инвестировать тот и там попытается закрепиться и дальше продолжить ту же добычу полезных ископаемых на территории Украины тоже развитие агропромышленного комплекса на территории Украины и что им нужен тут ядерная помойка нет они не дадут просто Путину этого сделать так что это не смягчение ситуации это не преувеличение это констатация факта на сегодняшний день если только в Кремле начнутся разговоры о ядерном вооружении кстати уже даже информация которая поступает из различных там закрытых источников из России там даже перестало встречаться слово ядерное оружие то есть есть какой-то ну задний ход что ли в плане того что применять не применять даже они успокоились сейчас и ядерный шантаж ядерный шантаж запорожской атомной смотрите отошел на задний план сегодня Каховская ГЭС ну это ГЭС это ж ну да подтопление может быть ну так они себе в ногу выстрелят они Крым без воды оставят а мы потом будем не спешить восстанавливать эту ГЭС и Крым будет без воды сидеть если ну это если так а если мы освободим Крым то конечно же мы постараемся как можно быстрее восстановить ее и дать воду в Крым но они вряд ли будут взрывать сами себя лишая удовольствия и свои же войска подтапливать им надо будет выводить новая Каховка уйдет и Каховка могут уйти под воду значит что надо их эвакуировать а там у них ремонтные базы там у них госпиталя там у них склады для обеспечения группировки на правом берегу куда это все вывозить когда вывозить это надо было вывезти а потом шантажировать или они сейчас все это затопят а потом будут ой а мы же не вывезли мы же сами себя утопили ну нереально так же с ядерным оружием поэтому ну вот такая вот на мой взгляд ситуация ну что ж на этом мы вопросную часть тоже сегодня будем заканчивать и приступаем с вами к третьей части нашего видео это оглашение приветствия которые вы прислали итак приветствия которые которые вы прислали сегодня прозвучат следующее чехи и параша сгинет с карты мира как страшный кошмар ну вот такое вот из франции так привет из латвии украина будет украинской ваша свобода наша свобода арминс подмосковь подмосковье смотрит не все в россии пропащие спасибо за каждодневные эфиры пожалуйста доброго ранку дивлюсь вас из Италии але всі мої думки дома в Миколаеве де мій сын стоїть на захисті міста та всієї України дякую вам за ваши выходи в эфир здравствуйте Олег Владимирович смотрю вас каждый день сначала из Санкт-Петербурга а с недавнего времени из Москвы спасибо за луч добра в этом странном обезумевшем тяжком мире Украина обязательно победит а наш террористический режим сдохнет надеюсь на лучшее большое спасибо за ваш самоотверженный труд с нетерпением жду информации живу в Америке 30 лет я из Киева наша семья приняла уже 6 беженцев в нашем городе открыли почту для отправки гуманитарных грузов в Украину нескончаемым потоком к вам идет обмундирование зимняя одежда медикаменты через наши церкви идут пожертвования для украинских церквей помогающих беженцам внутри Украины не волнуйтесь республиканцы вас не подведут наши сердца с вами низкий поклон народу Украины и ее и ее славной армии вот такой вот даже видите человек человек даже сделал политический уклон что видимо она сторонница республиканской партии ну что ж будем надеяться спасибо большое за труд огромное спасибо нашим воинам как всегда ждем новостей от вас в Джорджии и Соединенные Штаты у нас в семье нет сомнений что Украина победит привет вам из Ярусалим верим в победу Украины привет из Нью-Йорка благодарю вас республиканцы конечно же будут помогать но проверка и отчетность будет больше доверяй но проверяй ой это очень было бы хорошо очень я бы вообще тут аудиторскую фирму открыл бы американскую и каждый бы мы не знаем куда идут доллары куда идут евро где они где эта вся огромная финансовая помощь правительство молчит офис президента молчит никто ничего не признает все там тышка нышка давайте очень надо и публикуйте эти отчеты чтобы люди понимали куда уходят эти деньги тут с оружием не могут разобраться все ли доходит сейчас наконец-то начали сколько понадобилось усилий и скандалов чтобы начали внедрять американскую систему электронного учета техники вооружения поступающих вооруженной силы Украины вчера там презентовали наш секретарь совета нацбезопасности Пан Данилов и министр обороны Резников первых два этапа внедрения американской программы нам эту программу передали еще в девятнадцатом году и мы только частные первые этапы внедряем после скандала который устроили нам американцы так что проверяйте как можно больше спасибо за работу всегда очень интересно слава Украине привет из Латвии Олег приветствую это Днепр спасибо за информацию послание гражданам дамы и господа читайте слушайте и впитывайте знания и изучайте факты будьте информированы мы должны отвечать за свой выбор коррупционеры и предатели должны нести наказание начиная со вчера победа будет только тогда когда мы победим коррупцию и кумовство есть отличные каналы которые просвещают развивают и расширяют мышление давайте развиваться и заниматься нашим общим государством за которое мы сейчас стеной мы так хорошо поддерживаем вооруженные силы но мы не готовы вникать в политику различных уровней я вникаю и меняя себя и окружающих изменения несет каждый это важно спасибо витаю вас с небраска США дякую вам за работу еще в Украине мав разговор с иранским бизнесменом приблизно 2015 рік на питание чему мені в него дешевше куповать китайский товар он сказал что из-за того что Иран находиться под санкциям поэтому у них с Китаем великий товарообіг бартером из-за этого они могут сделать цену даже дешевше чем Китай также затронули тему противостояния США ирану он мне в лице смеялся и сказал что каждый день у них из завода выходят около сотни ракет возможно он и увеличил но по ходу ракет в них достаточно скажу он преувеличил они если сотню ракет в год делают то это очень и очень даже хорошо по дронам может быть они в год делают там несколько тоже несколько сотен дронов кстати уже начинает появляться информация что дроны заканчиваются в том плане что те 2400 дронов которые анонсировала Российская Федерация что они якобы подзаключают контракт с Ираном так вот эти дроны будут Иран поставлять несколько лет то есть не 2400 они завтра сели и привезли да они везут но везут десятками везут даже не сотнями эти дроны поэтому первая партия была вот было три транспортника вот они там около 300 тогда цифра фигурировала скорее всего они привезли сейчас они довозят там десятками эти дроны так что там и запас не такой же большой в Иране как как нам представляется как всегда получилось как в народной мудрости не так страшен черт как его молюют так что посмотрим еще сколько Россия сможет этих дронов получить от Ирана привит с Мичиганщины вот так славетно назвали штат Мичиган я славетно во Львова в Америце 2002 да с 2002 году дивимось вашу информацию допомагаем всем чим можем и молимся за всех воинов на фронтах Украины слава Украине навеки слава Збройным силам генералу заложному респект дякуем за велику работу не зай війна закинчиться завтра нехай мабуть тут помилка нехай війна закинчиться завтра от таке побажання из Мичиганщины доброго вечера чехам велика подяка за доброту Украине ми не забудемо от еще раз другий раз сегодня чехи отримуют подяку здравствуйте живу 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 в Бельгии хоть русская но всей душой с Украиной всього всього всім як найкращого слава Украине с повагою Стернополя Белгород в Киеве которую мы с дочкой сразу же забрали к себе всей душой болею за Украину с первого дня войны хоть и русская и давно живу в Германии не могу поверить этому ужасу и ненавижу Путина со всеми его слугами и жду их скорейшей смерти и победы Украине Украины слава Украине и чтоб скорее этот ужас закончился вот такое из Мюнхена пожелание Украинцы и украинки Молдова с вами спасибо вам за мужество стойкость и героизм больно страшно досадно видеть как орки разрушают прекрасную страну и гибнут люди женщины дети старики но украинцы не не им ну вот тут видимо ошибка но украинцы не им влерный народ трудно даже сказать какое слово имели ввиду и я уверен в победе Украины держитесь большое вам побольше вам отличного оружия это очень надо и удачи Украина переможе Мюнхен смотрит слушает слава Украине опять Мюнхен Мюнхен благодаря вашей поддержке и спонсорской помощи у меня есть возможность записывать эти видео ну а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины перемога за нами слава Украине Мюнхен Мюнхен